В Астане прошел первый этап Кубка Казахстана по зимнему ралли-спринту. Участие в нем приняли больше 40 экипажей. Сами же соревнования проходили прямо на льду замерзшего водоема. Наш корреспондент Индира Тикжанова побывала на автогонках. Рев мотора, заснеженная трасса. Вот он, настоящий мужской спорт. Сотни любителей такого драйва ежегодно собирает ралли-спринт в Астане. Машины здесь самые разнообразные, но в первую очередь это же, конечно же, спортивные автомобили. Несмотря на то, что это довольно-таки дорогой вид спорта, число участников с каждым годом только растет. Около 100 километров на высокой скорости по заснеженной трассе, большая часть из которой – лед. После такого экстремального спринта никакие погодные условия водителю не страшны. Но осилить такой путь не всегда получается даже у опытных гонщиков. Сегодня заявок 8 регионов у нас. Это очень хорошая заявка. То есть конкуренция страшная на самом деле. То есть все, кто катается, там нету легкой победы. Кто-то вылетел, кто-то не удержался на скользком повороте, кто-то застрял в снегу. Ну то есть надо тут очень тонкая грань. Это особенность опять-таки гонки. Проехать и быстро, но не в очень сумасшедшем темпе, потому что тут ты точно вылетишь. По словам организаторов, подать заявку на участие может любой автомобилист. Нужно лишь немного переоборудовать машину и приобрести соответствующую экипировку. Вот эту, как говорят в народе, копейку переделали по полной. Здесь и двигатель более мощный, есть каркас безопасности. Для хозяина эта машина своего рода талисман. Заявились мы, в принципе, с переднеприводными машинами. Машина, в данном случае, у нас заднеприводная. В принципе, условия, так скажем, что с переднеприводным неравные, но стараемся ехать на уровне. Эта машина досталась мне, честно говоря, от моего отца покойного, поэтому, в принципе, продолжаем его стезю. Отец непосредственно занимался картингом, в том числе кроссом, ралли катали. В принципе, на этом вырос я, поэтому так и занимаюсь с тех пор. То есть, в принципе, это с 89 лет. А вот сейчас попробовать свои силы в автогонках могут и подростки. Главное – разрешение родителей и навыки вождения. Самому младшему участнику спринта всего 15 лет. Участвую первый раз в Самурэке, юниор. Ну, гонка отличная, мне нравится. Трассы интересные. Где-то скользко, где-то снегом засыпали. Каждый проезд трасса меняется, кто-то разбивает бурты. Буду стараться. Ну, как папа-чемпион, нужно тоже соответствовать. Следующие этапы Кубка страны пройдут в Караганде и Павлодаре. В столицу гонщики еще вернутся. В конце февраля Астана примет финальный этап первенства. Дера Тегжанова, Нурлана Спаналы, Хабар-24, Астана.